привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и сейчас мы находимся на пути в панаму у нас уже практически осталось 100 миль до панамы ветерочек немножечко стухает и я думаю что это прекрасная возможность обсудить некоторые такие более философские темы о которых мне иногда пишут комменты иногда мне кажется что стоит рассказать немножечко свою позицию более детально касательно яхтинга и вообще почему именно вот яхтинг в таком или ином виде существует ну что давайте немножечко по философствуем есть ряд вопросов и сейчас мы сделаем этот выпуск наверное отчасти серьезным но отчасти веселым поэтому я сейчас схожу за пивом и расположясь здесь на деке мы с вами поболтаем на тему яхтинга погнали ну что ж философский вечер открываем пиво пенистое опять вы со своей латынью но тем не менее и так надо его куда-то поставить чтобы она у меня не улетела или хотя бы не очень далеко но давайте сейчас обсудим вопрос номер один почему именно вот такая яхта а не какая-либо другая очень много людей говорят но ведь можно было взять нам дешевую лодку и готовить ее под себя давайте я все-таки расскажу вам немножечко свою философию если например мы возьмем лодку по нижней шкале этом допустим за 1000 долларов и возьмем лодку там за не знаю там за 70 миллионов долларов вы получаете принципиально два разных пакета даже я говорю сейчас не о финансовой составляющей а о том что вот мы сейчас с вами говорим даже не о финансовой составляющей а давайте возьмем шкалу от 0 до 100 процентов в вашей системе исчисления если вы можете себе позволить допустим нижнюю часть там тысячу долларов верхнюю 10000 долларов это берем вот такую шкалу если можно сделать там шкалу пошире ну соответственно берем себе шкалу пошире что вы получаете в лодке минимальном сегменте это будет абсолютно пустая лодка в которую вам придется вкладывать огромное количество времени люди у которых этого времени не очень много они могут более эффективно потратить это время на скажем заработок денег и вместо того чтобы там вручную шкрябать допустим или делать мебель вы можете получить уже лодку которая будет с тем же базовым набором в котором вы бы вложили тысячу долларов и при этом потратили большое количество времени на ее доводку также и любые другие лодки у любого другого человека это компромисс между тем что вы хотите получить и можете себе позволить и тем сколько вы готовы времени вложить и сколько вы готовы времени ждать до того момента как ваша лодка будет спущена на воду поэтому в моем случае если я возьму лодку скажем там за 10 тысяч долларов и чтобы получить то плавсредство которое я хочу даже если мы закроем глаза на то что это невозможно там технически по формам обвода корпуса и так далее даже если на это закрыть глаза это будет огромное количество времени для того чтобы до оборудовать лодку всем тем что я хочу чтобы на лодке присутствовала если взять бенето океанис вот такой как вот сейчас есть у меня можно взять было его там пустой или какого-то другого бренда и начать его доводить до состояния которое бы устроило меня но при этом я бы потратил огромное количество времени на подготовку этой лодки вот в то состояние которое мне нравится а есть другой вариант то время там не знаю года или два которое бы ушло на подготовку я иду я занимаюсь бизнесом я делаю большой акцент на том что я хочу заработать денег условно там не доедаю покупку питаюсь растворимой вермишелью но я в итоге скапливаю сумму которая на мой взгляд компенсирует те там два года времени работ которые я бы сидел и вкладывал в свою лодку то есть те деньги которые я успел заработать за это время они более эффективно работают и я получаю намного больший пакет чем скажем если бы я это время потратил на ручной труд поэтому я считаю что в данном случае может быть лодка абсолютно любая очень дешевая в рамках бюджета там условно бесплатная до огромной суммы в вашей линейке исчисления координат но нужно помнить сколько вы времени потратите на доработку этой лодки и сколько вы заработаете за это время если вы будете просто стараться заработать может быть имеет смысл купить более дорогую лодку через какой-то период времени но сразу потому что это тоже время вы все равно не сможете быть в море ну я во всяком случае так считаю я не заставляю никого думать точно так же как и я это просто мой взгляд на данную ситуацию ну что давайте следующий вопрос во всяком случае сейчас такая ситуация что я смогу смогу с вами пообщаться в дружеской тесной обстановке за бокальчиком пива ямайского наблюдая время приближающиеся к закату но на самом деле мы немножечко с вами отвлеклись давайте рассмотрим уровень комфорта на лодке как я вам уже говорил лодки бывают совершенно разным уровнем комфорта можно опять же взять шкалу там минимальных требований максимальных требований возьмем допустим там шкалу минимальных требований например там семья с двумя маленькими детьми там на 30 футовой лодке для меня например это достаточно большой вызов то есть я не согласен мириться с такими компромиссами потому что для меня привычный уровень комфорта привычная ситуация в которой я могу получить определенную долю приватности в лодке определенный комфорт которому я привык определенные технические решения которые я хочу видеть и главное я могу себе позволить для меня это очень важно поэтому моя лодка имеет достаточно большой набор комфорта на мой взгляд который для меня необходим и достаточно например если мы возьмем маленькую лодку 32 фута американская лодка у моих друзей с ними было интервью когда-то у меня на канале например туалет который находится в мастер кабине передняя кабина и туалет находится под кроватью представьте себе окей хорошо 30 футовая лодка в больше чем два человека на ней наверное жить крайне тяжело и вот кто-то один среди ночи захотел в туалет как вы себе видите техническое решение попросить вторую половинку выйти или зажать нос и посрать под кровать ну блин команд я не знаю для меня это был полный трэш то есть я на такое вообще не согласен или например элементарно компромисс с которым я готов мириться в нашей лодке мы идем на переходе у нас в душе сливается вода вот мы сейчас идем левым галсом у так как мы ветер дует в левый борт лодка наклонена и у нас слив идет в другую сторону то есть для того чтобы слить воду из душа мне нужно наклонить лодку чтобы слив сошел вода сошла в сторону слива мне это охренительно не нравится но если брать решение скажем которое я буду переплачивать за лодку которая это решение уже сделано по-человечески мне нужно будет доплатить например там 100 тысяч долларов готов ли я заплатить 100 тысяч долларов за слив в туалете на данном этапе наверное все-таки я готов выровнять лодку и слить но я прекрасно понимаю людей которые совершенно не готовы с этим мириться они не хотят почему для кого-то жить на маленькой площади с полным отсутствием приватности это нормально окей хорошо я хочу иметь определенную зону приватности чтобы у меня была отдельная комната в большой кроватью в которой я могу себе там провести время с любимым человеком но я не готов мириться чтобы этот любимый человек вставал чтобы выйти когда я захочу извините посрать для меня вот это неприемлемо скажем опять же если это ручной туалет ничего страшного нету прокачать туалет вручную если вы среди ночи например опять же встали в туалет вам нужно его налить 10 качков слить 10 качков а я просто нажимаю в полус полудреме кнопку и делаю полностью ринс туалета готов ли я за это заплатить 500 долларов однозначно готов окей поэтому уровень комфорта на лодке это опять же вопрос баланса между теми деньгами которые вы на это тратите и тем что вы получаете в результате для меня например больший уровень комфорта максимально возможный который я могу себе позволить кто-то не выйдет на лодке без ледогенератора кстати который мы себе на лодку купили но это не мастхэв просто я так захотел для кого-то это является критическое то есть как пример мы общались с нашими друзьями у них лодка уже пожилая там начала 2000-х годов но эта лодка очень дорогой верфи на уровне с ойстером и в топовом сегменте он говорит что мы выбирали ледогенератор такой чтобы у нас можно было делать смену коктейля для компании из 8 человек и у нас лед успевал намораживаться нон-стоп то есть вот у людей критерий выбора зоны комфорта и у каждого эта зона комфорта абсолютно своя еще один для меня очень важный критерий это средиземноморский кокпит то есть лодка не с центральным кокпитом который я терпеть не могу а лодка как с кокпитом которая опускается на уровне воды у вас есть абсолютная зона комфорта из минусов вы получаете мокрый кокпит если у вас плохие условия из плюсов когда вы стоите на якоринге что является большей частью у вас получается доступ к воде где вы можете посидеть прыгнуть искупаться выпить чашечку кофе и это огромный кокпит в котором может находиться 6-8 человек можно приглашать party они скажем стоячий кокпит в котором два человека могут находиться в стоя или жопами толкаться или коленками друг другу прислоняться то есть вот опять пример компромиссов с которыми кто-то готов мириться кто-то не готов кстати я свою лодку выбирал два года и до этого я ходил на лодках предыдущего поколения у которых попа такая более узкая у этих лодок маленький кокпит и все что я видела нет я это не хочу меня это не устраивает два года смотрел лодку которая меня ни одна не устроила потому что она не отвечала моим требованиям и вот когда я увидел вот эту лодку я сказал все я беру это моя именно то что я хочу то есть производитель на сто процентов угадал с моими хотелками теперь английский язык в яхте на мире здесь даже наверное отвечать не на что то есть английский язык это однозначно единственный возможный язык на котором вы будете общаться с другим яхтенным комьюнити если вы готовы сейлить только в рамках региона в котором вы родились пожалуйста можете общаться на любом яхте нам языке который принят там голландский какой угодно если вы делаете хоть на маленький шажочек в сторону общение международного яхтенного комьюнити английский это тот язык на котором вы будете обязаны общаться поэтому если вы хотите идти в этом направлении даже не яхтинг нужно изучать а первым делом пойти на курсы английского языка то что вы видите у меня на канале капитан герман это наверное даже не столько даже не столько срез моего восприятия реальности конечно отчасти я так вижу мир естественно я вам его показываю но я хочу вам донести показать что так живет весь мир яхтенный причем не тот яхтенный который там рассказывает о своей яхтенной истории и культуре а тот мир у которого яхтинг это неотъемлемая часть их жизни они его не воспринимают как что-то уникальное если дети учатся там школе в университете и они учатся яхтингу у них есть такой предмет наверное стоит все-таки думать так как люди у которых яхтинг все-таки является частью их жизни и то что я делаю я общаюсь с огромным количеством людей вокруг земного шара это как они думают естественно влияет на моё мировоззрение на моё мировосприятие и я пытаюсь вам это передать чтобы поделиться с вами скажем теми ощущениями теми мыслями и тем восприятием этого прекрасного мира в котором мы находимся в разрезе парусного парусной лодки ну что друзья а теперь давайте я набросаю немножечко говна на вентилятор в просторах интернета есть разные люди есть разные яхтсмены которые выдвигают свои теории и относительно меня в том числе и наверное пришло время сделать раз мы уже так говорим более неформальной обстановке я расскажу свое мнение других яхтсменах которые имеют мнение обо мне вот есть такие люди которые в каждом видео или посте пытаются меня каким-то образом упомянуть если возьмем аббревиатуру рекламировать естественно я никого не буду но если взять аббревиатуру давайте назовем его яхтсмен капитан садамаза данная аббревиатура не столько связано с именем сколько с его способом яхтинга и мнением относительно всего происходящего вокруг ну и раз я уже раз заговорил о профессиональных яхтсменах давайте возьмем два примера у меня есть мой друг джастин он является капитаном большой большого power бота то есть 40 метровый power лодки моторной лодки на которой он является коммерческим капитаном то есть естественно у него профессиональная шкиперская лицензия от школ которые не являются ни в коем образом мореходным училищем являются просто обычной сертификации для определенного типа лодок так вот у джастина на пять лет вперед заключены контракты на перегон лодок на управление на чартер и так далее то есть человек внимание на пять лет у него есть контракты это пример номер один если мы возьмем капитанов других есть капитаны которые обладают супер шкиперскими или как они там капитанскими лицензиями выданы советское время но при этом они уже многие многие десятки лет находятся на приколе на берегу их знания не востребованы и никому не интересны так вот касательно профессионализма кто является большим профессионалом человек у которого есть контракты на пять лет на свою деятельность или человек который всем рассказывает о том какой он профессиональный моряк а все вокруг остальное но при этом не имея невозможности работать никому быть ненужным и не иметь никакой профессиональной деятельности на протяжении много лет но зато обладая дипломом которым запихивают в лицо всем кто скажет что то что слышат вокруг является полной фигней мне кажется все таки человек который востребован и является профессионалом в отличие от того чьи здания никому не нужны давайте с вами обсудим такую тему как профессионализм в яхтинге или вообще давайте посмотрим что такое профессионализм с моей точки зрения то есть если человек зарабатывает деньги занимаясь яхтингом будь то например шкипер который катает чартер будь то страховая компания или владелец или менеджер страховой компании которые занимаются страховкой лодок будь то технический инженер сервиса который занимается обслуживанием лодок они все профессионалы в яхтинге просто каждый своей отрасли поэтому если человек зарабатывает он в состоянии заработать деньги тем что он является яхтсменом это называется профессиональный яхтсмен то чем занимаемся мы это pleasure крафт это pleasure recreation activities то есть это просто любительский яхтинг и в данном случае профессионализмом является то что называется профессионализмом является только опыту который есть у человека поэтому давайте мы с вами немножечко будем разделять понятие профессиональный яхтсмен это тот который зарабатывает деньги яхтингом и любительский яхтинг тот которым мы с вами сейчас находимся и предлагаю не путать эти понятия в моем случае профессиональная деятельность является только яхтенная школа то есть если люди ко мне приходят я их чему-то учу за это я получаю деньги этом ключе я являюсь профессиональным яхтсменом то есть тренером по яхтингу но на этом профессионализм заканчивается и только на этом ограничен хочу под еще раз акцентировать внимание что профессиональный яхтсмен это тот яхтмен который зарабатывает этим на жизнь у меня на канале есть большое количество коммерческих моряков которые закончили не знаю там мореходку что угодно какие-то там университеты и далее проработали много лет в коммерческом флоте и пытаются интерполировать свою профессиональную деятельность на скажем яхтиную у pleasure крафт у яхт с коммерческими судами общего наверное только себе все остальное является абсолютно независимая присущая парусному и коммерческому видам деятельности поэтому если мне говорят мы коммерческие моряки мы профессионалы своего дела мне иногда хочется задать вопрос окей ну как это связано с яхтингом это же вообще никак не связано это может быть также связано у тебя например профессиональный маркетолог да то есть я занимался всю жизнь маркетингом я же профессионал в своей отрасли почему я не могу быть профессионалом яхтинге поэтому друзья давайте будем все таки мы с вами различать вашу профессиональную коммерческую деятельность и рекреационный яхтинг ничего общего между собой это не имеет но я так понимаю что то что называлось профессионализмом наверное все таки больше связано с яхтенным опытом то есть с морской практикой давайте рассмотрим морскую практику в ключе мне периодически рассказывают о том что у меня канал пресный то есть не хватает мяса не хватает какой-то там жесткой зарубы у меня любой переход мы вышли прошли зашли он прессе он не интересен но давайте вернемся к морскому опыту и обратим внимание сколько навыков и сколько опыта нужно для того чтобы прийти из точки а в точку б и не прикрыли не превратить переход который делается обычно бабушками и дедушками в реалити-шоу последний герой на выжил на выживание с вызовом там самолетов и прочее прочее давайте поговорим немножечко об этом для того чтобы совершить такой переход нужно во первых иметь знания в навигации то есть понять как дуют ветра в той или иной части кстати у меня есть скриншот и я сейчас не буду высказывать показывать по поводу спора нашего известного садомаза капитана с его подписчикам который шел диалог о том как дуют ветра в атлантике какой ответ как ходят лодки я прямо проникся мне очень понравилось очень смешно когда капитан который рассказывает что он владелец профессиональной лицензии не знает базовых понятий которые преподают школе на лицензию иншор шкипера но это его личное дело это просто было лирическое отступление то есть у вас идет необходимость знаний навигации подготовки лодки знания систем лодки правильное умение воспользоваться расчетами припасов на переход то есть не остаться без еды не жрать там какие-то тухлые консервы в конце перехода быть человеком который в состоянии распланировать полный маршрут и в случае возникновения технических поломок смочь это исправить возьмем пример когда вы перегоняли мель мель была лодка которая уже пять лет стояла на приколе и даже перегоняя старую лодку мы потратили две недели времени на подготовку этой лодки к переходу и потом перешли абсолютно без проблем за исключением некоторых там фокапов системами которые там произошли но не будем забывать лодки пять лет но не на лодке которую можно было подготовить и перейти океан просто почесывая себе за ухом как в просто в кайф если запомните если у вас переход превращается в угар и трэш это значит что вы лажаете и вам еще рано в офшор если человек который выходит и не знаю там я карем бьется о корпус на протяжении нескольких дней команд это вообще это бред просто сумасшедшего как это может произойти если появляется посторонний звук посторонний скрипт любой нормальный капитан выходит и находит причину находит и устраняет ее это 15 секунд времени чтобы понять откуда тарабанит это спереди или сзади они превращать это в квест и рассказывать о том что вот у меня нормальный яхтинг я показываю всю правду какую правду показывается полная некомпетентность полное непонимание того что происходит и полностью отсутствие контроля ситуации в моем понимании только когда на лодке ничего не происходит это приз показатель полного профессионализма или опыта есть такая группа питерская спбч самое простое большое число и у них такая есть песня мне с тобой скучно так и должно быть так вот я считаю что эта песня и должна быть девизом яхтинга когда ничего не происходит и вы приходите из пункта а пункт б безопасно теперь несколько слов о том что я не показываю реальный яхтинг а вот кто-то другой якобы его показывает друзья я показываю тут яхтинг который у меня получается сделать тот яхтинг который на мой взгляд должен быть если идет поломка какой-то системы мы с вами эту систему устраняем если у меня течет транец значит мы с вами будем брать и чинить транец если у меня ничего не ломается на переходе значит у меня ничего не ломается я потратил два месяца подготовки лодки для того чтобы эта лодка прошла безопасно через океан и в этом одно огромное отличие я не делаю никаких спонтанных решений лучшая импровизация это заготовленная импровизация поэтому если у меня ничего не происходит на переходе это значит что у меня лодка была приготовлена и ситуация была подготовлена и ничего и не должно было происходить теперь пару слов о том об изменениях которые вел youtube в комментарии и в правила мне просто иногда пишут типа серёжа ты удалил мой комментарий ты говорил что у тебя нету предмодерации комментариев да у меня действительно нету предмодерации комментариев не было на данный момент то есть у youtube а уже несколько месяцев назад введена новая система фильтра сообщений фильтре фильтр сделан таким образом что в нем не должно было не должно быть и бьюз спич то есть какой-то обидной речи не должно быть hate speech то есть какой-то речи которая хейтеры вы знаете кто и youtube сам фильтрует и большинство этих сообщений удаляет если есть люди которые эти сообщения пишут постоянно то youtube полностью удаляет их аккаунт с просторов интернета поэтому мы не занимались до данного момента удалением комментариев если комментарий какой-то пропал вероятно он мог упасть в спам но если его и там нет и человек продолжает писать что-либо на канале значит все нормально я не знаю значит youtube удалил этот комментарий потому что если я удаляю комментарий я его удаляю вместе с пользователем и отправляю его в блок на данном этапе после того как youtube ввел вот эти вот изменения мы решили сделать посоветовавшись диной мы решили быть добрыми классными и проявить любовь к людям которые нас окружают поэтому все наши любимые хейтеры и прочие мудаки которые были удалены с канала мы объявляем амнистию и добро пожаловать к нам на канал если вы хотите что-либо писать добрая и хорошая пожалуйста я стараюсь отвечать на все комментарии но учтите пожалуйста один момент если будут hate speech abuse speech что скорее всего youtube может удалить вас комментарии или ваш аккаунт если это будет грубая речь и и youtube пропустит наш модератор который сейчас у нас будет на канале вести комментарии он будет блокировать опять же этих людей просто отправляя в блок но попрошу заметить мы не будем блокировать людей за другую точку зрения это абсолютно нормально вопрос в подаче вы можете со мной быть не согласны это нормально если вы можете компетентно и вежливо преподнести то что вы думаете тогда скорее всего я это увижу я с радостью с вами пообщаюсь и единственное правило которое я хочу чтобы пользовались люди которые первый раз скажем решат что-то у нас написать принцип очень простой представьте вы идете по пирсу вы едете человека который находится на лодке и вы решили завести с ним диалог может быть ваш диалог приведет к тому что вы будете самыми близкими друзьями в этом мире может быть к тому что он просто скажет извините я занят и уйдет может быть как угодно в этом промежутке и может диалог состояться может диалог не состояться поэтому пожалуйста пишите комментарии так такие чтобы мне захотелось с вами продолжить вести диалог я с радостью я думаю что постоянные мои зрители знаю что я с радостью отвечаю практически всем и сейчас это будет продолжаться особенно для тех кого я уже знаю с кем я уже веду диалог я буду продолжать это делать с огромным удовольствием то что я говорил до этого это больше касается людей которые либо только пришли на канал либо наконец-то вы нырнули из бана поэтому пишите комментарии буду с огромным удовольствием с вами общаться и дальше за вас даже разблокирую с садом мазок капитана у него будет особый фейвор если он будет писать обещаю не сразу заблокировать если не будет очередного удачество которое было ранее что друзья данный стендап ролик подошел концу вокруг как было ничего так и осталось ничего только море если я надоел вам в кадре вы могли наблюдать все что происходит за моей спиной люблю вас обнимаю буду рад встречи через несколько дней не забывайте ставить лайк подписочка и естественно комментарии в которых я буду с огромным удовольствием вам отвечайте с вами общаться пока